Ребят, пока мы не перешли к основной теме выпуска, хочу порекомендовать одну замечательную спортивную студию в Москве, Reboot. Здесь проводят занятия в формате Bootcamp, высокоинтенсивных интервальных тренировок. Короткие забеги на лучших в мире беговых дорожках, Techno Gym Skill Run, чередуются с силовыми упражнениями. Кстати, погуглите эти дорожки, а я, если честно, в шоке, что такие уличные упражнения, как бег с парашютом и толкание саней, можно выполнять в зале на беговой дорожке. Как вы понимаете, я бы не стал рекомендовать скучные тренировки. Reboot – это что-то вроде ночного клуба с функционалом спорт-студии. Модный футуристичный дизайн, повсюду неоновая подсветка, а из колонок свежие электронные хиты. Согласитесь, звучит очень весело, а местные тренеры охотно подскажут, как выполнять упражнения, чтобы достигнуть максимального результата. Здесь вы реализуете весь свой спортивный потенциал. В общем, как мы любим, без всякой химии. Подписывайтесь на их канал, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Думаю, что ни для кого не секрет, что всемирно известные актеры голливудские пользуются фармакологией для того, чтобы подготовиться к тому или иному образу. В этом видео я попробую разобраться, кто же из них натурал, а кто же химик. Если вы со мной не согласны, то пишите свои соображения в комментариях. Первым в списке у нас идет Брэд Питт, а также Дуэйн Скала Джонсон. Брэд Питт имеет обычную натуральную фигуру, никогда у него не выделялись там мышцы, он огромным никогда не был, сухим сильно не был. Обычная человеческая форма подходит просто для человека, который не особо много занимается, примерно там, наверное, разика-два в недельку не особо сильно и не старается раскачаться. Вот такая форма у Брэда Питта. Я уверен, что он натурал. Справа у нас Дуэйн Скала Джонсон. Этот человек, естественно, употребляет химию, потому что он завязан в среде боевиков, то есть он снимается в боевиках и ему обязательно нужна такая форма, потому что практически все фильмы у него там то драки, то какие-то стрельбища, то непонятно что. То есть он должен поддерживать свою форму в идеальном состоянии и должен внушать страх. А без фармакологии ты не сможешь держать огромную массу и также быть сухим, поэтому здесь определенно он химик. Следующая пара у нас Криштиан Роналдо и Зис. Криштиан Роналдо, естественно, футболист и у него нет цели раскачаться до неимоверных размеров, чтобы выступать где-то на Олимпии и так далее. Он не качок. Но у него, естественно, отличная форма, он хорошо выглядит, у него хорошо построены мышцы, то есть у него хорошо крепятся широчайшие мышцы, у него хороший рельеф, у него, короче, хорошее тело, можно сказать. Но у него нет цели там выступать где-то, стать бодибилдером и так далее. Он обычный футболист, естественно, модель, и ему нужно поддерживать свою форму в порядке. Так поддерживать форму можно без стероидов вполне, и у него форма не стероидная. Такой формы можно достичь спокойным натураху, причем он качается уже давно. Справа от Роналда Зис, человек, которого уже нет на свете, но он до сих пор является легендой. Известно, что Зис химичил, и, скорее всего, он от этого и умер, но у него форма, естественно, хорошая, но я могу сказать, что такую форму можно добиться и в натураху. То есть сверх, естественно, тут ничего нету, и, возможно, если бы он до сих пор жил, то объемы были бы у него гораздо больше, потому что он химичил, и это доказано. Следующая пара это Джеки Чан и Крис Эванс. Джеки Чан это человек, у которого нет огромных мышечных объемов, да они ему и не требовались, в принципе. То есть он занимался боями, он снимался в боевиках, то есть рукопашные бои и так далее, ему нужна была легкость, потому что ему нужно было прыгать там всякие сальтухи, делать всякие трюки и так далее. Ему не нужны были огромные мышцы, я 100% уверен, что он не химичил. Справа Джеки Чана Крис Эванс. Это человек, который снимался в разных фильмах, играл разные роли, то худого, то накачанного, то не пойми кого. То есть человек, которому приходилось играть со своей формой, и, естественно, он химичил, потому что то он раздувался до неимоверных размеров, то худым становился и так далее. Естественно, он принимал фармакологию, тут спорить, я думаю, никто не будет. Жан-Клод Ван Дамм и Марк Уолберг. Жан-Клод Ван Дамм, естественно, человек, который обладал крутой харизмой, у него были крутые фильмы, но он также участвовал в боях, боевики снимал. То есть боевые искусства, это его, он прирожденный просто боец, можно сказать. Интересные фильмы были, я все фильмы с ним смотрел, и поэтому могу точно сказать, что форма у него особо сильно там и не менялась, он не был никогда сильно прям перекачанным. У него хорошая форма, конечно, но как для натурала, то есть у него нет ничего сверхъестественного. Хорошая форма, подкачанный мужик, и я его уважаю, естественно. Я уверен, что он не химик. Справа от Жан-Клода Ван Дамма Марк Уолберг. Это человек, который набрал огромную массу, когда снимался в анаболиках. Вы видели, какой он там здоровый? В натурах вот таким не раскачаешься, и тем более, когда ты был такой, ну, можно сказать, худенький, да, не особо большой обычный человек, и раскачался до огромной машины, там буквально за несколько месяцев, может за год, не знаю, но до таких размеров раскачаться, это очень-очень круто. И без химии тут не обошлось. Следующая пара это Джет Ли и Майкл Джей Уайетт. Джет Ли, боец, опять же, боец, да, в левой колонке у нас большинство бойцов, и правильно, зачем им мышечная масса? Мышечная масса им совсем не нужна, им нужна легкость, выносливость, подвижность и так далее. Чем они и занимались, они оттачивали мастерство именно в этих направлениях, и они были лучшими в этих направлениях. Снимались в кино, были выносливыми ребятами, но они не были качками. И тут химией даже не пахнет. Справа от Джета Ли Майкл Джей Уайетт. Человек, который выглядит внушительно, имеет большую мышечную массу, довольно-таки рельефный, да, для своего веса. Хорошо раскачан, ничего тут не скажешь. То есть человек, естественно, принимал фармакологию, потому что такие размеры с сухом виде держать практически невозможно. Как держать 100-килограммовую тушу сухой? Вы просто объясните. Такого невозможно сделать без химии. Ты абсолютно точно будешь заплывать жиром, но у тебя будет появляться жир, как ты ни крути. Естественно, химик. Следующая заруба между Джоном Траволта и Юрием Бойко. То есть Джон Траволта, актер, который не имел огромной мышечной массы. Конечно, он, ну, довольно хорошую фигуру имел. Хороший пресс был, довольно неплохие там бицепсы, руки, грудочок неплохой. Но это все нормально для натурала. То есть никакой химозой тут абсолютно не пахнет. Нормальный человек, который занимается в зальчике, так можно сказать, физкультурой. Да, особо не раскачивался сильно. Просто, можно сказать, хорошая фигура. И никакой химии тут не было. Справа Траволта и Юрий Бойко. Это Скотт Эдкинс, актер, который снимался в разных фильмах. Но запомнился он, естественно, фильмом Бойко. Это очень крутой фильм. Кто не смотрел, советую к просмотру. И здесь он имеет просто оптимально крутую форму для химика. То есть он сухой, он имеет хорошую массу, внушительные размеры, максимально крут. Тут не придерешься к его форме, просто очень крутая форма. Я уверен, что он химичил, потому что форма этого персонажа менялась. Точнее, не персонажа, а актера менялась. То он худой был, то набирал массу. И, естественно, он употреблял химию. Я уверен. Следующие актеры это Райан Гослинг и Зак Эфрон. Райан Гослинг, человек, который сыграл тоже множество фильмов. Я многие смотрел его фильмы, я думаю, вы тоже. Имеет он форму не особо-то и крутую. То есть обычная форма для натурала, неплохая, подкачанный паренек такой. Хорошая форма, ничего не скажешь. Химией тут не пахнет. Я уверен, вы со мной все согласитесь и даже не будете спорить. Справа Зак Эфрон. Человек, который за последнее время достиг очень хорошей формы. Очень такой массивный, очень сухой. Очень хорошая форма, как по мне. Если вам тоже нравится, ставьте лайк. Я уверен, что он химичил. Тут вообще просто никаких вопросов не должно возникать. Это можно определить просто по его форме. У него огромный верх, налитые плечи круглые. Трапеция просто очень такая налитая тоже. У натуралов такое маловероятно, что будет. Он прям реально такой, знаете, как шарик выглядит. А сейчас он раскачался и он вообще здоровенный. То есть я уверен на 100% что он химик. Следующая пара это Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Рейнольдс сыграл Дэдпула. У него была там хорошая внушающая форма, да. Но он был не огромный. Он был обычным таким подкачанным пареньком. Естественно, рельефным. Довольно хорошая форма. Тут ни к чему не придерешься. Но я уверен, что он натурал. Хью Джекман. Человек, который сыграл Росомаху. Там он был максимально крут. Максимально хорошая форма. У него сухой, большой и так далее. Но прикол в том, что в разных фильмах у него форма меняется. И то он тоненький, то он какой-то подзаплывший, то он какой-то накачанный, да. И я уверен, что он принимает фармакологию, чтобы подготовиться к тому или иному образу. Следующая пара очень интересная и вы можете засомневаться. Это Сильвестр Сталлоне и 50 Cent. Сильвестр Сталлоне, человек, который снялся в Рэмбо. У него хорошая форма там была. Да во всех фильмах у него была хорошая форма. Да что уж говорить. И даже сейчас ему 72 года или 71, и у него хорошая форма для своего возраста. Он имеет просто очень крутую форму. Я не уверен, что он химичил, потому что у химиков обычно форма сдувается просто в хламину. А Сильвестр Сталлоне как был таким подкачанным, так и остался подкачанным. То есть я не уверен, что он химик. Поэтому я отнес его к натуралам. Вы можете высказать свое мнение в комментариях. А вот 50 Cent очень выглядит каким-то химозным, потому что у него огромные округлые плечи, огромная такая насыщенная трапеция налитая. То есть человек что-то употребляет по-любому, и я в этом уверен. Потому что в его кругах, да, рэперских, ты должен быть престижным, большим машиной. А для того, чтобы быть машиной и затрачивать на это минимальное время, тебе нужно химичить. Потому что я уверен, у него на прокачку мышц нет никакого времени. Так как у него много работы, рэпер, съемки и так далее. То есть человек, я уверен, химичит. Как вы думаете, тоже можете написать в комментариях. Если вам понравилось это видео, то обязательно ляпните лайк, потому что я очень долго это видео делал, старался для вас. И напишите в комментариях, кого обозреть следующим, на кого сделать расследование. Увидимся в следующем выпуске. Пока.